Друзья, всем привет! Сегодня у нас 12 мая 2019 года и сегодня я лечу в Турцию, в Анталию для того, чтобы проинспектировать для вас гостиницы Анталийского побережья. Ну и естественно по пути проведу вам небольшую инспекцию авиакомпании Роза Ветровна, на которой мы и будем лететь в Турции. И естественно покажу вам самолет, на котором мы будем лететь, ну и все необходимые детали касательно этого самолета. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации, для того, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительным впечатлением. Итак, Винт Роуз, украинская чартерная авиакомпания, которая специализируется на выполнении корпоративных чартерных и VIP рейсов. Средний возраст флота авиакомпании составляет 18 лет. Да, это не самый молодой флот, но и далеко не самый старый флот среди всех украинских авиакомпаний. Значит, флот Роза Ветровна состоит на данный момент из 13 самолетов. Эта информация официально из сайта авиакомпании. Ссылочку я размещу под этим видео. Сайт, кстати, у авиакомпании достаточно легкий, удобный. И лично мне он, ну, мне нравится этот сайт, потому что навигация по нём очень удобная. Значит, флот состоит из аэробусов 320 и 321 и эмбраеров. Мы будем лететь на аэробусе 321. Номер регистрации URWRT. Значит, этому самолету 21 год, друзья, поэтому покажу все детали этого самолета и, естественно, внутреннюю составляющую этого самолета. Дальше хочу рассказать вам такую информацию по багажу. Значит, смотрите, вся информация в рамках норм бесплатного провоза на одного туриста есть на сайте авиакомпании Роза Ветров. Ссылочку непосредственно на эту информацию я тоже выложу под этим видео. Значит, смотрите, на одного пассажира допускаются такие нормы провоза багажа. Один основной багаж, максимальный вес которого составляет не более 23 килограмм. И сумма трёх измерений должна не превышать 158 сантиметров. Показываю, что означает сумма трёх измерений. Значит, высота, глубина и ширина. Вот эта вот сумма трёх измерений не должна превышать 158 сантиметров. А также ещё вы можете взять с собой ручную кладь. Вот она у меня, это мой рюкзак. Значит, вес на сайте указан не более 5 килограмм. И для тех пассажиров, которые летят с детьми, то есть инфантами, возраст которых до 2 лет, у них отдельные нормы провоза багажа. Значит, это 10 килограмм. И также можно с собой взять небольшую раскладную коляску, либо там коляску-трость. Значит, так же самое есть ограничение по коляске, чтобы сумма трёх измерений не превышала 158 сантиметров. То есть, высота, ширина и глубина сложенной коляски не должна превышать 158 сантиметров. Теперь касательно регистрации на рейс. Смотрите, значит, все туристы, которые летят на отдых с авиакомпанией Роза Ветров, проходят регистрацию непосредственно в самом аэропорту перед вылетом. Прибыть в аэропорт нужно за 2 часа до вылета. И там дальше на общем табло расписания рейсов будут указаны стоечки регистрации. Вы подходите со своим паспортом, со своим багажом и проходите регистрацию. Там на месте вы уже получите непосредственно свой номер сидения, на котором вы будете сидеть в самолёте. В общем, дальше, друзья, мы уже перейдём непосредственно к самому самолёту. И я вам покажу сначала внешний вид самолёта. Только один уже момент. Это будет, скорее всего, через окно аэропорта в терминале. Потому что посадка в Харькове производится через телетрап. Возможно, если мы в Анталию прилетим и высадка пассажиров будет на взлётную посадочную полосу, а не по телетрапу, то тогда получится показать вам и внешнее состояние самолёта. Ну и покажу непосредственно сам взлёт, расскажу свои впечатления по перелёту. Ну и сделаем, возможно, некий анализ по сравнению с другими самолётами, на которых я уже летал. Друзья, вот так вот выглядит наш самолёт, на котором мы будем лететь. В общем, внешнее состояние, как бы покраска всё нормально, но это ни о чём не говорит. В общем, более доступно не получается его показать. Поэтому буду показывать этот самолёт, как выглядит изнутри. Так, смотрите, друзья, значит, все пассажиры уже сидят на своих местах. Самолёт уходит на взлётно-посадочную полосу. Значит, на часах сейчас 10 часов 32 минуты. Отклонение небольшое, буквально на 7 минут. Это в пределах нормы. Поэтому, смотрите, сейчас как бы за окном немножко дождик. Возможно, это будет как-то отрицательно влиять на видеосъёмки. Но, тем не менее, что получится, то я вам запишу в этом видео. Оцените сами взлёт этого аэробуса А321 авиакомпании «Роза Ветров». Так что пишите в комментариях ваши впечатления от этого перелёта. Так. «Роза Ветров» «Роза Ветров» «Роза Ветров» В общем, ребят, как вы видели, вот так вот у нас состоялся взлёт на аэробусе А321 авиакомпании «Роза Ветров». Что могу сказать по своим впечатлениям. Значит, взлёт был достаточно такой вот мощный, резкий. Самолёт быстро набрал высоту. Я вообще реально как бы не ожидал такого взлёта от такого самолёта. Самолёту 21 год, это, в принципе, один из самых таких вот, можно сказать, взрослых самолётов авиакомпании «Роза Ветров». То есть, в принципе, все остальные самолёты там уже у «Розы Ветров» чуть-чуть помоложе. Но, честно говоря, я говорю сразу, я не ожидал такого вот мощного взлёта. Потому что я летал, в принципе, на самолётах гораздо новее. В основном, всегда. Это самый старый самолёт, на котором я летал за всю свою историю полётов. В общем, серьёзно, ещё раз повторяюсь, наверное, но я не ожидал, что взлёт будет вот насколько таким вот мощным. В общем, в принципе, все детали я сохранил в оригинале. То есть, чтобы вы увидели всё то, что, как бы, видел я в окошко иллюминатора. Чтобы вы услышали все звуки, которые были при взлёте. В общем, надеюсь, что у меня получилось передать вам все ощущения, все детали этого взлёта на «Аэрогусе-321». В принципе, весь полёт прошёл лично для меня абсолютно идеально. То есть, самолёт достаточно, как бы, негромкий. То есть, когда самолёт набрал высоту, естественно, как бы, нагрузка уже уменьшилась. И самолёт, ну, летел гораздо тише. Вот, потому что, в принципе, летал я в гораздо шумнее самолётах. Вот, хотя и они были помоложе. Но это, как бы, отдельный разговор. И всё-таки я так подумал, что, ну, не в этом видео. Потому что видео будет очень длинное. А здесь я хочу вам показать только вот детали, в принципе, по самой авиакомпании «Роза Ветров». И непосредственно по тем самолётам, которые есть у этой авиакомпании. В общем, друзья, напишите вы в комментариях ваше мнение. Что вы считаете по данной авиакомпании. Если кто-то летел на этом рейсе, так же само напишите в комментариях ваше мнение. По взлёту, по самому перелёту, ну, и по самой авиакомпании «Роза Ветров». Само видео, именно в оригинале, как происходил взлёт, возможно, я выложу в отдельном видео, чтобы вы могли посмотреть, ну, чисто, как бы, полностью фрагмент, без моих комментариев. Просто, чисто, как бы, сам взлёт самолёта «Аэробус-321» авиакомпании «Роза Ветров». А дальше мы переходим непосредственно к обзору некоторых элементов, которые есть в самолёте. В принципе, они есть в каждом самолёте. Но я вам хочу показать именно по данному самолёту остальные все детали. Итак, сразу разберём вопрос с питанием и напитками на борту. Значит, питание полностью всё платное. Все детали по питанию есть на сайте авиакомпании. То есть, вся подробная информация, меню, цены – это всё вы можете посмотреть на сайте авиакомпании. Напитки. Значит, бесплатно напитки – это водичка моршинская и чай и кофе. Вот. Значит, поэтому, друзья, если вы хотите чего-то перекусить на борту, либо вы заказываете это непосредственно согласно условиям, которые представлены на сайте авиакомпании «Роза Ветров», либо берёте что-то с собой в дорогу. Так, дальше показываю вам панель управления освещением и кондиционером. Сразу говорю, именно у нас было всё абсолютно исправно. Я не знаю, как у других, но у нас всё работало. То есть, и освещение, и управление кондиционером, направлением потока воздуха. В общем, всё работает. Так что, если у кого-то, может быть, чего-то не работало, друзья, вы пишите обязательно это в комментариях. Вот. Ну, и ещё сразу вам хочу обратить внимание. Это особенно касается тех, кто ещё ни разу не летал и летит первый раз. Как вы видите, вот есть такие вот буквы «Д», «Е» и «Ф». То есть, это обозначение мест пассажиров. То есть, как правило, у вас в билете написано, к примеру, там «6Д». То есть, означает, что ваше место находится в шестом ряду под обозначением буквой «Д». Ну, и, соответственно, как бы, если у кого-то 6Е, то это шестой ряд и среднее место. И 6F – это шестой ряд и место под окошечком. Так, дальше показываю вам, как выглядит туалет. Значит, смотрите, естественно, в туалете есть столик для пеленания. То есть, если вы летите с маленьким ребёночком и вам нужно поменять подгузник, то, естественно, в туалете есть для этого столик. Значит, здесь их несколько туалетов. То есть, находятся и в начале, и в конце самолёта. В принципе, ничего особенного в нём нету. То есть, очень компактный, небольшой, но вполне в нормальном состоянии. То есть, всё чистенько. Так, ребят, ну и самый важный элемент в перелёте для пассажира – это, естественно, кресло, на котором сидит пассажир. Что могу сказать за кресло? Смотрите, надеюсь, вам в видео всё видно. Значит, в принципе, вполне нормальное кресло. У меня было абсолютно всё рабочее, да и у моих соседей. То есть, спинка откидывалась. В принципе, вполне мягенькое кресло. Ну, в общем, всё нормально. Один только момент, друзья. Я не сделал вообще никаких замеров этого кресла и расстояния. Поэтому, говорю вам, примерные размеры. Значит, само место для сидения где-то примерно 40 на 45 сантиметров. Это, друзья, примерные цифры. Потому что, ну, собственно говоря, как бы с виду оно выглядит, в принципе, как и на других самолётах, где я летал и где я делал замеры. Вот. Значит, дальше. Ещё один такой вот нюанс, друзья. Значит, мне попалось место возле запасного выхода. Поэтому, то же самое расстояние между креслами я вам не могу сказать, потому что у меня было очень огромное расстояние. Естественно, это место одно из самых удобных и комфортных для перелёта. Возле запасного выхода, правда, туда не каждого посадят пассажира. Потому что, если вы летите с детьми, то, естественно, вас на это место не посадят. Вот. Так что, друзья, если кто-то там летал уже на этом самолёте, я думаю, по-любому кто-то летал на этом самолёте, напишите в комментариях под этим видео, как вам было удобно, неудобно в тех рядах, которые, ну, расположены обычным образом. То есть, друг за другом, а не тот ряд, который находится у запасного выхода. И последний элемент, который я вам показываю, это место для ручной клади, которая находится сверху над креслами. Значит, вот так оно выглядит. Вполне стандартный этот отсек. Туда нормально помещается ручная кладь. Если она у вас соответствует габаритам, я думаю, она всегда соответствует габаритам. Поэтому с этим вопросов и проблем у вас у пассажиров не будет. Так, дальше, смотрите, показываю вам наше приземление. Сейчас я остановлю свои комментарии и продолжу после того, как самолёт приземлится на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Антария. Чтобы у вас была не только картинка, а и полностью звук во время нашего приземления на 321-м аэробусе авиакомпании «Роза Ветров». Аэропорта Антария Конечно, на 321-м аэробусе авиакомпанииjas как бы подписано на 321-м аэробусе авиакомпания «Роза Ветров» Здесь ее делится в программу «Роза Вет격ный» Подписывайтесь на sucking лайк! Е assembleым врачом Сен- conservatives few не находятся в турнице на 30 игре Не сказала! Я знаю, что это не просто красивые кред usted Это просто красивые 3-ми более четкие В общем, друзья, вот таким вот образом выглядело наше приземление на 321-м аэробусе авиакомпании «Роза Ветров». Лично мои впечатления и ощущения по данному приземлению, оно вполне нормальное, стандартное, без каких-либо нюансов. В общем, лично для меня вполне комфортное приземление. Да и место классное у меня попалось. Не потому, что у меня было очень большое пространство для ног, а из-за того, что у меня получилось показать вам работу инцептора и реверса. Тот, который и создает тот громкий звук во время посадки. Дальше. Еще один момент, друзья. Если кто-то помнит, я в начале этого видео говорил, что мы вылетели на 7 минут позже, чем должны были вылетать по расписанию. Так вот, зато мы прилетели на целых 16 минут раньше, чем должны были прилететь. Вот я вам показываю время. 12 часов 54 минуты, а в билете прилет заявлен в 13 часов 10 минут. В целом, такое очень часто бывает. Поэтому вот вам еще одно подтверждение о том, что компания «Роза Ветров» – это одна из самых пунктуальных украинских чартерных авиакомпаний, которые доставляют пассажиров на самые популярные туристические курорты. Это было, друзья, мое мнение по данному приземлению. Конечно же, у каждого человека, пассажира есть свое мнение, поэтому поделитесь в комментариях вашим мнением по данному приземлению, чтобы и другие зрители нашего канала могли почитать в комментариях ваши впечатления. Так, ребят, последнее, что я вам показываю в этом видео – это внешний вид самолета «Аэробус-321» авиакомпании «Роза Ветров». Как видите, обычное нормальное состояние самолета. Единственное, что для меня вот не совсем как бы необычно, так это монотонно белая ливрея этого самолета. Потому что ранее, когда я летал на самолетах авиакомпании «Роза Ветров», всегда самолеты были в яркой зелено-оранжевой ливрее. А этот просто белый. Вот и все, что для меня необычного. Ну и в заключение хочу вам сказать, что взлет, перелет, приземление прошли полностью в стандартном режиме. То есть никаких посторонних шумов, нюансов, каких-то непредвиденных обстоятельств. За время всего этого перелета абсолютно ничего не было. То есть авиапарк авиакомпании «Роза Ветров» вполне подходит для таких перелетов, как в Турцию, Египет, ну и других европейских стран. То есть не на длинные расстояния. Но, да, эти самолеты не являются самыми комфортными, так как они не самые новые. Но, согласно рейтингу Министерства инфраструктуры Украины, авиакомпания «Роза Ветров» является одной из самых пунктуальных авиакомпаний Украины, которая выполняет чартерные рейсы. Но, тем не менее, естественно, и у авиакомпании «Роза Ветров» так же само могут быть какие-то задержки в вылетах. Но, не всегда эти факторы могут зависеть от авиакомпании, так как существует как минимум два фактора, которые не являются подконтрольными авиакомпании. К примеру, задержка вылета может быть из-за аэропорта вылета, либо из-за погодных условий. Поэтому, друзья, не стоит сразу кидаться и закидывать тапками авиакомпанию. Нужно разобраться, почему была задержка рейса. В общем, на этом все, друзья. Обязательно напишите в комментариях ваши отзывы по авиакомпании «Роза Ветров». Напишите, куда вы летали, как проходил перелет, и что вам понравилось, либо не понравилось во время перелета. Желаю вам, чтобы все ваши перелеты проходили вовремя и комфортно. Ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel, чтобы быть в курсе всей полезной информации, чтобы все ваши путешествия проходили только с положительными впечатлениями.